Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите, что мир полон грязи и необоснованной злобы, с которой невольно приходится сталкиваться в жизни, я начинаю вставать от людей и их позлости, откровенной зависти, чтобы посоветовали, чтобы вы посоветовали изменить в себе или в своей жизни, чтобы это меньше утручало. Ну, я, пожалуй, первое, что сделаю, да, это вот обращу ваше внимание на то, что вы как будто бы не отделяете от себя. Как будто напротив, разграничиваете, простите, себя и свою жизнь. На самом деле, вы, ваша жизнь, это, в принципе, суть одно и то же. Вы и есть жизнь. То, что у вас это разграничивается, ну, в общем-то, наводит на достаточно серьезные мысли, я бы сказал, почему у вас это разграничивается. Дальше, мир. Мир. А что значит мир? Люди, какие люди? Вы говорите, что вы в этот восстаете, как вы в этот восстаете? То есть, с этим всем нужно разбираться. Если вы от этого восстаете, то, ну, значит, получается, вы вовлекаетесь в это. Вас это вызывает. Вам причиняет это боль, беспокойство, какой-то негатив. Соответственно, речь идет о чем? О личных границах. О личных границах ваших и, условно, там, ну, других людей. У вас это самые личные границы непростовые. Дальше. Вот мой коллега упомянул механизм проекции. Это очень, как бы так сказать, показательно, что действительно механизм проекции в данном конкретном случае, ну, в наличии, скорее всего. Да? То, что вы, вот, как-то, ну, приписываете, да, миру, вот, какую-то, там, злому было, агрессию и так далее. Вот. Ну, смотрите. Во-первых, вы видите только это. Вы замечаете только это. Почему-то. Почему-то вы не замечаете ничего другого, а другое есть. И, соответственно, я бы сказал, что в этом вам, может быть, чего-то хочется. Может быть, вы завидуете. Может быть, вы сами чувствуете злость. Может быть, вы сами чего-то хотите, что вами позиционируется, как, ну, что-то недостойное, грязное и так далее. Иными словами, вы себя сдерживаете. Может быть, это происходит изначально от того, что вы хотите быть лучше. Эта иллюзия такая вот, я бы сказал, петля, которая вас, ну, никуда не приведет, по большому счету. Потому что лучше или хуже кого-то стать нельзя. Можно стать лучше, чем мы были. Да. Для этого нужно перестать смотреть на других людей. И вот это вот, как вопрос. Вам интересно, что вам интересно, то, что происходит с другими людьми? Вам интересно, то, что происходит там, условно, у других людей, судя по всему, больше, чем ваша собственная жизнь? Что-то, я бы сказал, весьма-весьма интересная жизнь, а почему, простите, так происходит? С чем, простите, это, ну, связано? Ведь связь есть, она очевидна. Вопрос только заключается, как мне кажется, в том, что это за связь. Каким образом вам интересно, то, что происходит у других людей, больше, чем у вас? Вот на это, в принципе, и нужно ответить. Об этом вам, как мне кажется, и нужно подумать. И сделать свою жизнь интереснее. Понаблюдать, посмотреть, как вы реагируете на те элементы жизни, которые вы описываете. Как вы реагируете на это? Ну, завидуют вам. Ну и что? Как вас это касается? Почему мир должен быть другой, и почему это влияет на вас? А какой ваш путь? Собственный. Куда вы стремитесь? Собственный. Вот что. На мой взгляд, было бы очень интересно определить и выявить. Знаете, какая штука? Вот. Примерно такая история. Ну и самостоятельно вы ничего, скорее всего, сделать не сможете, потому как вы находитесь в рамках своего восприятия. Это нехорошо, неплохо. Это факт. И для того, чтобы что-то изменить, вам нужен другой человек, который бы направил вас. Показал бы вам возможно то, чего вы сейчас не видите. и вот это уже реальный, как мне кажется, шаг, реальный шаг, реальное действие к тому, чтобы что-то изменить. А вы думаете, что можете изменить что-то сами. Если бы вы могли, вы бы уже что-то изменили. Вам же не нравится, что мир такой. Вам же не нравится, что вы устаете. Но вы устаете. Кстати, предложил бы вам отталкиваться именно, именно от того, что вы устаете. Усталость этого, это, ну, в данном случае, это что? Усталость в данном случае, это как? Вот на это я бы обратил ваше внимание. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! ваше внимание.